Добрый день! Меня зовут Алиса. У меня очень дружная семья. Одно из любимых наших занятий это путешествие. Мы уже повидали Фонтенбло, Версаль, замки Луары, Королевские парки Монако, познакомились с Венецией, Пизой, Флоренцией, Вероной. И вот настал момент, когда в один прекрасный летний день мы собрались в живописный район Москвы в усадьбу Кускова. Усадьба – уникальный памятник культуры, построенный по заказу графов Шереметьевых. Первое документальное упоминание о Кускове датируется XVI веком. Центром ансамбля является дворец. Это летняя резиденция графов Шереметьевых. Недолог век цветов, но вечная красота. Европейскую известность усадьбы приобрела в 1719 году. С этого времени Кускова являлась блестящим образцом летней загородной увеселительной резиденции. Это Эрмитаж. Этому помещению около 300 лет. Эрмитаж с французского переводится как «хижина отшельника», и его использовали для приема гостей. В этом помещении отдыхали друзья графа. Подобные Эрмитажи были в то время чрезвычайно модными. Недалеко от Эрмитажа находится еще одно красивое место. Это голландский домик. Голландский домик построен в память Петра I. Основной стиль – простота и уют. Но простота относительная. Здесь все на показ. Обилие картин и драгоценных голландских изразцов. Разнообразие восточного и европейского фарфора, кувшинов, хрупких фигурок и тюльпанец. Это большая каменная оранжерея. Непременным элементом в русских садово-парковых ансамблях второй половины 18 века были парадные и тепличные оранжереи. В них содержались и выращивались экзотические теплолюбивые растения. Здесь устраивали театр. Здесь исполняли французские и итальянские оперы и балеты. Исполнителями были крепостные актеры и музыканты. Шереметьевский театр крепостных актеров был одним из лучших в истории театральной культуры Москвы 18 века. Это вольер. Здесь содержались певчие птицы. Кусковский парк был одним из самых больших в России. Его называли французским, так как создатели ориентировались на парке Франции и прежде всего на Версаль. Пройдя по аллее, мы добрались к следующему объекту архитектурного комплекса. Это итальянский домик для малых приемов. В художественном образе итальянского домика нашло отражение своеобразие культуры того времени, поэзии, природы и искусства. В восточной части Кусковского парка, на берегу небольшого живописного прудика, располагается павильон Гротто. Он предназначен для наслаждения прохладой в жаркий летний день. Постройка этого сооружения в итальянской части французского парка не случайна. Гротто в переводе с итальянского – пещера. И несмотря на то, что в России нет такой жары, как в Италии, этот парковый павильон – дань европейской моде XVIII века. Это Грот. Он олицетворяет стихию камня и воды. Здесь собраны дары северных и южных морей. Самой ранней постройкой исадьбы является церковь, а колокольни – самое позднее строение. Вместе с дворцом и кухонным флигелем они образуют ансамбль почетного двора. И в заключение хочу добавить, что при создании парка граф Шереметьев следовал постулату «Развлекая паучать», знакомый с культурой и искусством далеких стран. И кажется, у него это получилось!